Всем привет! Вы на канале InvestFuture. Друзья, наверняка вы слышали когда-то термин «стагфляция», и сегодня его произносят все чаще и произносят обычно со страхом. Ну типа вот случится стагфляция, и все, тогда конец. Давайте мы сегодня попробуем разобраться, что же такое стагфляция в экономике, из-за чего она возникает и почему ее так боятся все экономисты мира. Итак, термин «стагфляция» состоит из двух слов, соответственно, «инфляция» и «стагнация». Что такое инфляция, я думаю, что все примерно понимают. Это обесценивание денег, собственно, из-за которого растут цены в магазинах, и мы это чувствуем на себе. Ну а стагнация – это застой в экономике. Характерные признаки стагнации – это низкие темпы роста ВВП, высокий уровень безработицы и падение уровня жизни населения. То есть таким образом, что же такое стагфляция? Это спад в экономике и одновременный рост цен. Такое вот комбо. Стагфляция на самом деле взрывает все привычные законы. Вот происходит спад в экономике, растет безработица, у людей нет источника дохода, значит нет денег, и поэтому они ничего не покупают. И по логике при экономическом спаде инфляция не должна расти, потому что нет спроса как такового. Товары как и лежали в магазинах, так и лежат. Но во время стагфляции все происходит в точности, да наоборот. Растет безработица и растут цены. Почему это происходит? Давайте поговорим о причинах стагфляции. Причин сразу несколько. Во-первых, это действие монетарных регуляторов, то есть центробанков. ЦБ видит, что в экономике начинается спад и хочет ее рост усилить. Тогда приходит ЦБ со шприцом и делает монетарные инъекции, прибегает к стимулам, чтобы увеличить количество денег в экономике. Это делает ФРС США до сих пор, вливает в экономику деньги. Она ежемесячно выкупает гособлигации на сумму 120 миллиардов долларов, но правда планирует в будущем сокращать покупки. Что получается от этих стимулов? У населения больше денег, люди начинают больше покупать. Но не забываем, что в экономике-то спад, производители не успевают поставить товары, и в результате спрос растет, а предложения нет. Тогда возникает дефицит, производители начинают повышать цены, и вот вам, пожалуйста, инфляция. Если ЦБ раздает слишком щедрые экономические стимулы, а производство в стране на низком уровне, есть развитие гиперинфляции. Мы все помним 90-е годы, когда цены за год росли в несколько раз. Дальше, второй момент. Монополисты повышают цены. Монополисты у нас есть до сих пор. Например, тот же Газпром. Если он, представим, повысит цены на газ, то выбора все равно не будет. Придется покупать хоть по каким ценам. Подорожает газ, подорожает множество товаров. Если такое происходит, когда в экономике и так нестабильность, то возникает риск стокфляции. Ну, Газпром тут просто пример. В-третьих, рост цен на сырье. Причины могут быть самые разные. От неурожаев до природных катаклизмов. Ну вот, например, в 1972 году в США взлетели цены на мясо примерно на 40%. С чем это связано? Вы не поверите, но со снижением добычи анчоуса в Тихом океане. Эта рыба шла на корм скоту. Что случилось с анчоусом? На него повлиял феномен эль-нио, потепление воды. И вот так природный катаклизм вызвал рост цен на продукты практически в полтора раза. Какой-то там, казалось бы, анчоус. Когда мир вообще впервые со стокфляцией столкнулся? Сам термин возник в 60-е годы, 960-е, когда в Великобритании разразился кризис. И впервые слово «стокфляция» произнесся политик Йен Маклауд. И за ним уже этот термин начали повсеместно применять и повторять. Ну, самый, наверное, яркий случай из истории – это стокфляция в США в 70-х годах. Тогда экономика переживала не лучшие времена, ВВП снижался на протяжении двух кварталов подряд. Ну, а инфляция за два года выросла почти в четыре раза, перевалила за 12%. Главной причиной этого считается отмена золотого стандарта, потому что раньше все деньги были обеспечены золотовалютными резервами. Когда этот стандарт отменили, большинство валют стали фиатными, то есть ничем фактически не обеспеченными. Курс стал зависеть лишь от спроса и предложения на рынке. И вот такой переход оказался довольно болезненным не только для США, но и для других западных стран. Кроме этого, в 70-е годы резко росли цены на нефть. США тогда поддержали Израиль в арабо-израильском конфликте, а организация стран экспортеров нефти, которая ОПЕК, отомстила и ввела эмбарго против Штатов. И в итоге цены на нефть выросли почти в четыре раза, ну а вместе с ними и цены на остальные товары и услуги. Также повлиял вот тот самый анчуусный кризис, о котором мы с вами уже говорили. И из-за природного катаклизма выросла стоимость сырья, за ней цены на мясо. Ну, как мы можем видеть, причина стокфляции обычно не одна, обычно это целая совокупность. И вот в результате экономика США вошла в длительную стокфляцию, и выйти из нее она не могла около 15 лет. Только подумайте. И только в первой половине 80-х президент Рональд Рейган смог все-таки вывести американскую экономику из кризиса. А комплекс мир, который он для этого принял, называется Рейганомика, но эта тема уже для большого отдельного разговора. Если интересно, можем как-нибудь тоже на эту тему ролик подготовить, напишите в комментах. Я думаю, что у многих возник вопрос, случалась ли стокфляция в России. Ну, конечно, случалось. В 90-е годы, когда распался Советский Союз, и Россия, и другие бывшие союзные республики переживали тяжелые времена. Вот можем посмотреть на графику, увидеть, что все экономические показатели дружно падали. И тогда для кризиса были десятки причин. Одна из главных – это политика либерализации цен, то есть, проще говоря, когда государство долго держало цены на привязи, а потом резко отпустило и вообще перестало регулировать. И в итоге ценообразование стало свободным. И как итог мы и получили тогда гиперинфляцию. Да, там 92-е, 94-е годы она измерялась сотнями процентов и составила более 2,5 тысяч процентов. А ВВП при этом до 97-го года падал и безработица росла. То есть, по всем признакам это и есть стокфляция. И такое явление еще называют, кстати, слампфляцией. От английского слова сламп. Кризис, ну, кстати, рифмуется с фамилией Трамп. Также обратите внимание на то, насколько разной инфляция может быть. Там в 92-м году цены взлетели в 25 раз, а после 96-го они росли всего на несколько процентов в год. Ну, кстати говоря, что-то похожее на стокфляцию в России было и в 2014-2015 году. Хотя, конечно, не в таких масштабах. И тогда это было связано с политической ситуацией на мировой арене. Инфляция росла быстро, почти 13% по итогам 2015-го года. А ВВП за этот период снизился почти на 4%. Можете это тоже визуально увидеть. Стокфляция – это, наверное, ну, правда, худшее, что может в экономике случиться. Она наносит огромный ущерб, а выход из нее растягивается на несколько лет. Какие у стокфляции могут быть последствия? Ну, их на самом деле очень много. То есть падает производство, компании банкротятся, работы нет. Уровень жизни у людей падает. Это происходит, да, по причине стагнации. А инфляция добавляет еще букет целой проблем, потому что падает курс национальной валюты, снижаются котировки акций, растут ставки по кредитам. И при этом количество выдаваемых кредитов уменьшается. Многие из них становятся невозвратными. Ну, просто потому что отдавать-то как бы нечем. Как эффективно со стокфляцией бороться? Да, на самом деле, пока не придумали. Если она уже началась, то быстро ее вот просто взять и отменить не получится. Тут скорее лучше работает профилактика, то есть как бы комплекс таких долгосрочных мер. Во-первых, грамотное регулирование инфляции в стране. И центробанки делают это через снижение и повышение ключевой ставки. Во-вторых, снижение налогов на население и на бизнес. Также очень важна антимонопольная политика, чтобы не допустить роста цен со стороны монополистов. И тут может помочь государственное регулирование цены товара первой необходимости и повышение, соответственно, государственных расходов. Но надо понимать, что все эти меры работают только в комплексе. И применять их нужно очень аккуратно, своевременно, чтобы не сделать, соответственно, хуже. И главная задача государства для борьбы со стокфляцией, это, конечно, обеспечить рост экономики и при этом не допускать резкого роста инфляции. Сложная задача. И вот мы видим, что сейчас как раз мировые центробанки пытаются как-то поймать вот эту волну. Они добавляют стимулы, они видят, что разгоняются цены. Да, вроде как помогли экономике из кризисной ямы выбраться, ну а дальше-то что непонятно, потому что стимулы заберут, и экономический рост тоже замедлится неизбежно. Кстати говоря, есть такой довольно любопытный термин – индекс нищеты. Его придумал американский экономист Артур Олкин, там еще в 70-х годах, то есть как раз в самый разгар стокфляции в США. И это, по сути, то же самое, что индекс счастья. Вот этот второй термин сегодня используется чаще. Индекс счастья отражает состояние, собственно, экономики страны. И вот сначала этот индекс нищеты и счастья рассчитывался как сумма уровня инфляции и безработицы. Сегодня считают немножко иначе, складывают безработицу, инфляцию, ставку банковского кредитования, а из этой суммы вычитают изменения реального ВВП на душу населения. Ну, не уверены, что вы запомните формулу и хотите ее запомнить, но тем не менее. И вот если индекс высокий, то в стране все плохо и высока опасность стокфляции. А чем ниже индекс, тем, соответственно, лучше. Да, запомнили, что высокие значения означают, что страна переживает не лучшие времена и в экономике не все гладко. Ну, вот давайте посмотрим на значение индекса нищеты за 2020 год. Более свежих данных пока нет. И индекс был рассчитан для 156 стран. Оставим значение только для 12, а полный список вы сможете найти по ссылочке в описании к видео. Итак, на первом месте Венесуэла. Инфляция в этой стране уже несколько лет абсолютно рекордная. В 2020 году она составила 3700%, безработица 50%, реальный ВВП на душу населения за год упал на 30%. Россия в этом списке на 94 месте, индекс 20 и, кстати, всего лишь на 3 пункта выше, чем в США. А самой счастливой страной в 2020 году стала Гаяна, небольшое государство в Южной Африке. Там в 2020 году нашли огромное месторождение нефти, и в итоге реальный ВВП на душу населения в прошлом году вырос на четверть. И вот это опустило индекс нищеты в отрицательную зону, несмотря на высокий уровень безработицы и ставок по кредитам. Ну, можно ли назвать индекс счастья на 100% объективным? Ну, конечно, нет. И Гаяна здесь яркий пример. Один искаженный показатель может поменять всю картину. Но, тем не менее, чтобы понять состояние экономики, в принципе, этот показатель использовать можно, ну, понимая, что, конечно, возможны и какие-то субъективные моменты. Ну что, друзья, давайте попробуем закрепить то, что мы с вами сегодня узнали. Стокфляция – это явление, при котором растут цены на товары, а производство и потребление сокращаются, и в результате разгоняется инфляция, а экономика падает одновременно. Вызывают стокфляцию как внешние, так и внутренние причины. Ко внешним можно отнести, например, природные катаклизмы, а ко внутренним, например, не самая эффективная монетарная политика центральных банков. И, к сожалению, волшебного лекарства стокфляции не существует. Чтобы с ней бороться, правительство использует стандартные меры по регулированию экономики, ну, там, например, изменение ключевой ставки, налоговой нагрузки, антимонопольное регулирование и так далее. Как инвестору защитить свой капитал от таких сценариев? Ну, для этого важно добавлять в портфель акции из защитных секторов экономики. Цирьевой сектор может быть интересен в такие моменты. Облигации, фонды недвижимости, золото. Помним про диверсификацию, в том числе и по странам, потому что очень маловероятно, что стокфляция случится сразу, везде. И, собственно, вопрос, а стоит ли нам опасаться стокфляции сейчас? Если мы загуглим этот термин, то увидим, что есть очень много материалов с таким заголовком, как на русском, так и на английском языке. И вот в гугле популярность поискового запроса стокфляция находится на максимальных уровнях с 2012 года. И действительно, на Уолл-стрит сейчас много про это говорят. Многие клиенты обращаются к своим управляющим активами и задают вопрос, собственно, что происходит, ждет ли нас стокфляция. Потому что это очень опасное явление для инвестиций, в том числе. Но если мы посмотрим на такой консенсус мнения, то увидим, что большинство экономистов считают, что, по сути, некие стокфляционные явления есть уже сейчас. Но, скорее всего, что они с нами надолго не останутся. Именно потому, что сейчас разгоняется инфляция в США, но есть консенсус, по крайней мере, мнение, что когда Фед начнет сворачивать покупки, перейдет к повышению ставки, инфляцию все-таки удастся в течение нескольких месяцев оседлать. И, соответственно, угрозой она не будет. Не просто так Федрезерв постоянно повторяет, что инфляция – это переходное явление, транзитере, вот это слово, которое постоянно употребляет Джером Пауэлл. И именно поэтому большинство все-таки считают, что вот этот страшный зверь стокфляции свою голову хоть немножко и показал сейчас, но, скорее всего, спрячет ее обратно. Но это, как говорится, не точно, потому что экономика – это очень сложный механизм, который состоит из огромного количества факторов. И мы никогда не можем знать, как именно сложится этот пазл, да, и как он себя проявит. Например, там вот в том же Саксо-банке говорят, что России стокфляция сейчас очень даже угрожает, потому что инфляцию пока не удается оседлать, при этом экономический рост замедляется, и пока непонятно, что будет дальше с экономикой, с учетом того, что у нас есть фактор того, что ЦБ повышает ключевую ставку, и при этом продолжаются локдауны, непонятно, сколько они продлятся. Это все действительно может провоцировать не очень приятные тренды. Есть надежда на то, что эти тренды будут все-таки достаточно временными, и мы сумеем проскочить вот этот опасный период, когда стимулов становится меньше, а естественные драйверы для роста иссякают. Вот как-то так. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами поговорили о таком опасном явлении, как стокфляция, от которого никто не застрахован. Теперь я надеюсь, что вы понимаете, что это означает, и когда будете этот термин встречать, вам уже не будет страшно и непонятно. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, видите ли риски стокфляции, как-то планируете ли свои активы от нее защищать. Ну и вообще ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за то, что вы нас смотрите и поддерживаете своими социальными действиями, вы помогаете нам в продвижении канала. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги.